МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я очень счастлив, что мы можем общаться через книгу Евангелие от Матфея. Сегодня прочитаем Евангелие от Матфея, 6 глава, 19 стих. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровищ на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваше, там будет и сердце ваше. Знаете, мы видим духовную жизнь, в которую верим в Иисуса. И прежде чем вести духовную жизнь, люди, большинство, имеют какое-то представление о духовной жизни. И они думают, что если так будут хорошо служить, тогда они будут хорошо верить в Иисуса. То есть, точно сказать, таким образом невозможно верить в Иисуса. Духовную жизнь, мы называем одну вещь, которая происходит в нашей душе. Когда мы любим Бога и когда мы служим Бога, это мы называем верой. Но мы должны помнить, что Сатана тысячи лет управлял людьми. И что сделал Сатана? Что внешне, хотя так не кажется, но внутри у нас у человека есть душа, который отказывается от Бога. Да, говорят, просто хотите в церковь, люди говорят, да, хорошо. Но когда нужно вести жизнь верой, у человека появляется отказ. Именно поэтому верить в Бога не так просто. Когда мы видим духовную жизнь, действительно, когда мы хотим служить Богу, в обычной жизни этого не заметно. Многие люди пьют. Когда пьют алкоголь, они думают, я в любое время могу бросить. Когда мне будет тяжело, когда я не буду хотеть, я перестану пить, и все. 사람들이 그렇게 생각합니다. Люди так думают. Но когда действительно, они не хотят пить. До того момента, они думали, что они в любое время смогут бросить пить. Действительно. Но у них не получается. Компьютер-гейм-то 그렇고. Тоже самое компьютерные игры. Тобак-то 그렇고. Азартные игры. Маяк-то 그렇습니다. И тоже самое наркотики. Какой-то силы нас, Какая-то силы ведет нас так, чтобы мы употребляли на наркотики, пили алкоголь, играли компьютерные игры. Именно поэтому, когда хотим вести истинную духовную жизнь, обычно дни мы не знаем. Но когда всей душой мы бежим, чтобы вести духовную жизнь, что мы осознаем? А, внутри меня есть душа, которая не хочет вести духовную жизнь. И этот человек обнаруживает, что внутри есть такая силы, которая ведет к греху, к злу, к лукавству. И когда Адам, Ева отказались от слова Бога и приняли голос сатаны, тогда мы стали едиными с сатаной. И перед сатаной мы открыли свою душу. И сатана продолжает свою душу давать нам. И у нас появляется душа, что если так мы будем пробовать, у нас будет хорошо получаться. И нам кажется, что будет хорошо получаться, что будет все прекрасно. Но когда пробуем, оказывается не все красиво, не все получается у нас. И проблема в том, что из-за этого многие люди страдают. Люди хотят жить доброй жизнью, жить честно, верить в Бога. Но когда они пробуют это сделать, то мы обнаруживаем, что в нашей душе появляется нелюбов, Бога и душа, которая может привести к гибели. И когда у нас появляются какие-то желания, нам кажется, что следуй за ними, у нас будет хорошо все. Но потом мы чувствуем, что эта душа ведет нас к краху. Поэтому, что нам говорит Библия. Библия нам очень подробно объясняет об этом. И мы осознаем, что вот эта душа, которая приходит от сатаны, ведет нас к гибели и смерти. Знаете, однажды один человек пошел в магазин. И там продавали металлические предметы. И там продавались кольца, которые носил царь. И он приобрел одно кольцо, заплатил большие деньги. И он наделал этот перстень и ходил как царь. И он думал, почему же у меня здоровье улучшается? И он обратился в больницу. В больнице сказали, что никаких проблем у вас нет. Но у вас очень серьезная проблема, по-моему, стороне пальца. Почему у вас пальцем так? Я не знаю. А с каких пор у вас так стало? Я точно не помню. Может, у вас что-то с пальцем было? А, я был в магазине артефактов, и я приобрел кольцо царя. И тогда внимательно посмотрели это кольцо. Одна сторона, чтобы уничтожить царя, другой стороной. Они подарили ему кольцо. Знаете, внешне это очень красивое, очень хорошее кольцо. Как бы ты ни смотрел, там ничего плохого не увидишь. Но яд, который внутри там, начинает постепенно-постепенно входить в организм. Но этот человек не знал, что из-за этого кольца его здоровье ухудшается. И тогда с того дня он будет еще носить это кольцо? Даже если это кольцо очень красивое, даже если оно очень хорошо выглядит, разве он будет носить это кольцо? Ни в коем случае он больше не будет носить это кольцо. Потому что он может потерять свою жизнь. То же самое. Мы плохо знаем. Но вот этот яд постепенно с кольца начал переходить в организм. И как постепенно начинает убивать человека? Также те злые мысли, которые дают сатана, постепенно-постепенно уничтожают нас. Но люди, которые точно не знают сущность этих мышцей. Но люди, которые точно не знают сущность этих мышц. Но они не знают, что эту душу дает сатана им. Поэтому они просто следят за этой душой, думая, что это их душа. Однажды рассказывается, как Юда Искарет продал Иисуса. Когда Юда продавал Иисуса, что в Библии написано? Сатана вложил продать Иисуса душу Юги. То есть вот эта мысль продать Иисуса, это были не мысли Юды Искариотта. Однажды у него появилась мысль, о, хорошо было бы продать Иисуса. Юда удивляется. Ой, почему я об этом так думаю? Нет, а нельзя. Почему я хочу сейчас продать Иисуса? Да так нельзя поступать. Знаете, Юда испугался. Но Юда не знал, что эта мысль была дана от дьявола. Поэтому в конце концов он продал Иисуса. Сатана говорит Юде, ты продал Иисуса. Ты должен умереть. Ты проклят будешь. Лучше покой, жизнь самоубийством. Лучше убей себя. Такие голоса он начинает слушать. Однажды в нашу церковь пришла одна бесноватая женщина. И из семьи попросил, чтобы я молился над нею. И знаете, я молился тебя, возложив руки на нее. И однажды я вышел на улицу и вернулся домой. И я услышал, как женщина какая-то плачет. Очень горько-горко плакала женщина. Она сказала, пожалуйста, успокойтесь, очень шумно. Но она очень горько-горко плакала. Кстати, когда женщина с среднего возраста горько плачет, это очень ужасный звук. Знаете, порой даже когда дети плачут, раздражает тебя. Поэтому я просто ее оставил. Потом спустя несколько дней, она немного стала в хорошем сознании. Я начал с ней беседовать. Женщина, скажите, почему в тот день вы так горько плакали? Она говорит, внутри голос говорит, чтобы я умерла. Ты не получила спасения? Если ты умрешь, ты должна попасть в ад. Значит, лучше умереть сейчас. Быстрее умирай. Тогда на этом все закончится. Она очень хитро сатана обманывает. Ты не получила спасения. Если ты умрешь, попадешь в ад. Тогда надо спасение получить. Не так говорит сатана. Она говорит, лучше, если так умереть сейчас. Быстрее умрешь, все закончится. И поэтому, когда большой грузовик проезжает, 갑자기, пыль, тихо, ахроманде. Голос говорит, прыгай, прыгай под машину. Тогда если ты умрешь, все закончится. Такой голос у нее постоянно звучал. Она плакала, потому что не хотела умирать. Знаете, людям не говорят, например, умирай. Но сатана подобные мысли очень много раздают. И когда часто я встречаю бесноватых людей, Я спрашиваю, разве у вас голос не говорит, чтобы вы умерли? О, да, говорит, чтобы я умер. Однажды одна женщина пришла. Мы с ней общались о духовной жизни. Среди ее подруг раньше была шаманка. Эта шаманка сказала ей, занимайся бизнесом. И у нее действительно хорошо просветал бизнес. И она вместе с братом притянула. И мама ей помогала. Они очень счастливо жили. И потом она вышла замуж. Встретила очень хорошего человека. Родила дочь. Однажды она вышла с ребенком. Вдруг ей не захотелось пойти домой. И она не пошла домой. И она никому не сказала, где она. Ее муж так долго искал, но в конце концов они разделились. И потом она продолжала вести бизнес. И вдруг пришел шаманка. Отпусти твою мать и твоего брата. Это нельзя поступать. Что ты говоришь? Ты вообще благодаря кого-то можешь вести бизнес? Ты хочешь обанкротиться? И тогда она сказала брату, чтобы он ушел. Знаете, брат удивился. Послушай, у меня была хорошая работа. Я оставил, чтобы тебе помочь. А ты говоришь, чтобы я ушел сейчас. И тогда с братом и с матерью они стали врагами. А муж развелся, поэтому даже неизвестно, где он сейчас. А с мамой и братом стали врагами. Она сама одна осталась. Но когда она вела бизнес, она встретилась очень многим проблемой. Очень большие проблемы она встретила. И она очень сильно страдала и мучилась. Она очень сильно страдала. И тогда что-то очень тихо сказала. Чуона. Она смотрит, а в комнате никого нет. И внутри голос ей говорит. Тебе же тяжело? Ты же устала? Ты же утрудилась уже? Давай я тебе дарую покой. И очень мягкий голос ей произвела. Я 늘 평안하게 해줄게. Давай я успокою, утешу тебя. И затем ее душу успокоение появилось. И этот голос говорит. Подойди к окну. И она открыла окно. Она открыла окно. Прыгай. Тогда придет большой покой к тебе. Ты все забудешь. Ты почувствуешь безопасность. Ты покой почувствуешь. Но она открыла окно, хотела прыгнуть и смотрит 18 этаж. И этот злой дух, чтобы ввести ее гибель. Сделал, чтобы она покончила жизнь самоубийством. Но если будет ее мать или брат, тогда ей трудно закончить жизнь самоубийством. Если муж тоже. Поэтому она от всех отделила. И чтобы она мучилась из-за страданий и мучений. И однажды она пришла ко мне. Она общалась и получила спасение. И сейчас она очень сильно живет, чтобы радовать Господа Бога и хорошо живет. Смотрите, сколько бы я об этом не думал. Я очень благодарен Богу. Мы не знаем, что вот эти голоса, которые у нас возникают, это голос сатаны. Поэтому большинство людей следует за своими мыслями. Им кажется, что если я не буду так сделать, то им будет все прекрасно и хорошо. Но если мы попробуем, то не так все хорошо. Очень 고통스럽고, тяжело и трудно. И тогда как поступают люди? Ни о чем не думаем, когда они за этим следуют, им будет в конце концов тяжело и трудно. Да, а люди помнимают, если думают, что только Бог может такой трудно спешить. И поэтому, если мы стараемся верить Богу, тогда у меня появляется другая душа внутри меня. Ой, зачем молиться? Не надо молиться. Это же ты уже надоела тебе. Тебе что, разве не стыдно проповедовать? Семьяг Ильба, это не так же. Читая Библию, тебе же не хочется спать. И поэтому закрываются все пути, чтобы мы шли к удивительному миру. И у нас появляется такая душа, которая ведет по нашим желаниям к наслаждениям и нашим распутной жизни. Но даже если люди не хотят быть распутными, Но они становятся злыми и распутными, в конце концов. Как вы думаете, кто становится убийцей? Кто станет наркоманом? Кто хочет стать мошенником? Все хотят жить честно и правдою. Но Сатана постоянно нас искушает, чтобы мы попали к краху, чтобы мы попали к гибели. И поэтому люди, которые вели духовную жизнь, что они знают? А если я буду следовать за моими мыслями, я погибну. Мне нельзя следовать за собой. Если я буду следовать за своим, я погибну. Именно такие мысли люди приобретают. И люди, которые имеют такую мысль. И они должны следовать за этой мыслью. Иначе эта мысль испортит меня. Если я буду следовать за этой мысли, я погибну. Именно такую душу люди приобретают. Но люди, у которых не такая душа. Они просто следуют за своими мыслями, которые возникают. Если не получается, они начинают злиться и пытаются до конца сделать свое желание. Поэтому что написано здесь в Библии? Не собирайте себе сокровища на земле. Знаете, сокровища или мущества, мы сами хотим держать у себя. Но Библия говорит, чтобы мы у Бога собирали сокровища. Потому что если я сокровища буду хранить у Бога, то Бог будет каждый раз давать, когда мне нужно будет. С того момента я научился собирать сокровища не на земле, а на небе. В какой жизни я начал жить? Знаете, я женился, и у меня родилась дочь. Она была очень красивая и послушная девочка. Однажды, когда было ей два годика, она гуляла с соседями. Но соседние дети, не знаю почему, они столкнули мою дочь. И когда она падала, открылась дверь на кухню, и она упала на печку. И я когда пришел домой, я увидел, что ее руки были завинтованы. Я спросил моей жене, дорогая, почему сын-сук так? Тогда она рассказала, что она была с соседями. Знаете, я обнял мою дочь, которая спала. И я молился перед Богом. Отечественное, чтобы она была здоровой. Чтобы не было шрама. Я так молился. И пока я молился, о чем я подумал в душе? Я начал задумываться. С этого момента мне хотелось хорошо воспитать ребенка после свадьбы. Когда я вел непослушным детей, я думал, как можно было так воспитать детей? Я очень хотел хорошо воспитать детей. Но когда я увидел, как моя дочь коснулась руками о печке и обожглась, У меня в тот момент она испугалась, и как было ей страшно. Хотя мы живем в одном доме. Хотя я отец, но я даже каплю помощи не мог ей приобрести тогда. Я понял, что для моей дочери я ничего не могу делать. И тогда я понялся, Господь Бог, я поручаю мою дочь в твои руки. Я понял, что теперь я ничего не могу сделать для моей дочери. И с того момента мою дочь я поручил в руки Бога. И потом у меня родился сын. Да, этот сын тоже мой сын. И он когда зовет меня, говорит, отец, отец. Но в моей душе я говорю, Господь Бог. Кто лучше будет заботиться о моем сыне, я или ты, Господь Бог, отец? И в тот день я стерт то, что он является моим сыном. Да, это тоже мой любимый сын. Но теперь это сын Бога. Господь Бог, ты, пожалуйста, воспитай его. Ты охраняй этого сына. И я приобрел такую веру в Богу. И потом я начал уже стараться. Другие люди готовятся к старости и много готовят. Но когда я готовлюсь к старости, когда Бог готовит мою старость, очень все это отличается. Я понял, что когда Бог готовит, намного лучше, чем когда я буду готовить что-то. И для того, чтобы Господь Бог мог приготовить мою старость, что я могу сделать, ну, максимум собрать несколько денег какие-то или еще что-то. Но когда я Богу поручу, Бог начал давать мне здоровье. Я был благодарен, что Господь Бог все готовит к моей старости. Знаете, когда я делаю, когда делает Бог. Но поскольку люди точно не верят в Бога. Да, я полностью должен поручить себя Богу. И Бог должен мне помочь. Это самое лучшее. Но как будто нам кажется, что Бог заберет и не вернет. Да, нам давать Богу очень жалко. Да, люди кладут деньги в банк и думают, что это очень разумно. Да, люди, которые не верят в Бога, используют свой способ. А люди, которые верят в Бога, используют Божий способ. Это очень важно. Поэтому, если вы не верите в Бога, то вы старайтесь приготовить вот это, вот это и вот это. Но когда вы станете перед смертью, многие люди сожреть, что и думают, что неправильно вели жизнь свою. Когда я делаю, когда делаю Бог, это несравнительно. Да, как Бог меня защищает и как я защищаю, несравнительно. И поэтому, когда я прекращаю защищать себя и поручаю Богу. Когда мы начинаем жить самой благословенной и прекрасной жизнью. И Бог говорит, не собирайте сокровища на земле. А на небе собирайте сокровища. Это намного полезнее. А мы думаем, что если мы поручим Бога, тогда Бог заберет тебе. А если я буду держать, тогда это будет Моим. Поэтому мы любим собирать свое. Но мы не верим и не можем собрать сокровища на небе. Но я желаю, чтобы вы все поверили в Бога и поручили это Господу Богу. Спасибо. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok